Праздник Я в лагере была В лагере мы тебя увидели Только тогда У тебя Юля в лагере была Да-да-да, я помню Прома Это Настя Это мы в Египте Египет Мама Это Россия Мы селись маленькая Какой-то новый год Какой-то новый год Аня Маленькая Мы уже с тобой похожи Начинаем быть Это 60-й глаз 50-й глаз Когда мода такая была Мы все фотографировались Скажем Это у Вали дома Я продолжаю что-то учить Вальп-вальп Да И подружки Ага И подружки Что ты упал И подружки не родные Да С Василисой стрекоз ловили. Стрекоз. Это 2 января какого-то, 12-го года, наверное, мы в лес прошли с Василисой. Это боулинг. Чебарин. Это выпускной. Это выпускной. В этом году сейчас летняя фенография, да? Новый год. Новый год 2018. Это 10-летие. Это 10-летие. Еще такой вот небольшой коллаж тоже, чтобы на память, на память об этом дне. Я хочу пожелать тебе, мы, конечно, с тобой очень много знакомы, ты очень левная подруга всегда и в горе, и в радости. Я хочу пожелать тебе быть счастливой. Валя. Быть счастливой, быть любимой. Все слова дубы, а то я лучше прочитаю, что-нибудь. А во всех фотографиях там любовь. Еще один рубеж и жизнь невеха. Еще одна условная черта и дата, где на фоне всех успехов видны души простая красота. И опытность, и мудрость, и умение мгновения прекрасное ценить. И чудные с чудесным юбилейным днем рождения мечты пусть удается воплотить. Люда, я желаю тебе быть любимой всегда. Желаю тебе женского счастья. Желаю тебе мудрости, я столько слов готовлю, воплощения всех твоих планов, чтобы завтрашней неделе у тебя, чтобы ты радовалась каждому дню, и чтобы были мечты, чтобы ты их воплощала, и чтобы близкие всегда были с тобой, и никогда твой дом не покидала радость, беда, чтобы невзгода все обходили сторонам. Спасибо. Очень приятно. Очень приятно тебя поздравить. Пообнимать. Да, да. Я так люблю, что пообниматься. Смотри, от души просто. Вот понимаешь, вот такая команда, то есть такой большой коллектив, то есть вот здесь присутствуют твои самые близкие люди. Это, мне кажется, очень приятно. Поэтому мы со своей стороны хотим тебя поздравить еще раз с этим коллективом и пожелать тебе благополучия, здоровья, добра, чтобы было взаимопонимание со всеми близкими. Поэтому вот от души всего-всего самого прекрасного мы тебя очень любим. Я хочу пожелать любви, тепла, добра в твоем доме, прекрасные девочки, красавицы, необыкновенные. Спасибо. Подарки-то не важно, важно, что вы пусть сюрпризами прекрасными, будь не рады при празднике, будешь жить всегда прекрасно, красивую, безмятежную и счастливую. Спасибо. Андрюша, дружище, давай. Давай. Не присоединяюсь к всем сказанным, но еще добавлю. Побольше тебе позитива. Пусть всегда на такой светит солнышко. И небо голубое. Спасибо. Упадаем. С днем рождения поздравляю. Я от всей души желаю в океан любви нырнуть, счастье просто утопить, со здоровьем подружиться и с успехом породниться. Быть при деньгах, при машине и при любящем мужчине. Мой дядя женился на кореянке. И первый раз мы туда приехали. Дядя к нам говорит, приезжайте, у нас тут, ну-ка, годик. Я говорю, ну а кто там будет? А дядя Дэти покойный, правда, в центре. Дэти говорит, ну кто? Мы, соседки две и вы. Вот сказал дядя. Ну мы пошли подарок, купили машину, полотенце, ребенку. Едем, едем. Еще очень интересно, едем на чем? На окушках. Зеленая окушка. Я всегда говорю, а ты за колбасой. Знаете? И доехали в эту деревню, спускаемся. И люди вижу, живы. Там, Тойота. По центре, по центре, как на свадьбе. Стоит, как на свадьбе. И все вот эти большущие джипиары. Все. И мы на этой, так, 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 поехали. Выходим. Причем мы не с первого раза в гору заехали. Да, да, там не такая гора была. Мы не с первого раза на этой своей окушке заехали в гору. Ну, добрались. Знаете, какая-то дружной клетка. С полотенцем и с машинкой. Да, с полотенцем и с машинкой. И мы приходим, и мы понимаем, вот такой виток. Вот такой виток. Вот столько народу, все корейцы, почти. И у них свои блюда, но под русских. Я первый раз ела корейское вот это все. Это очень интересно. Она такая говорится. А у них, кажется, корейцев есть год и 60 лет. Почему-то это сверх, сверх. Это даже не свадьба так котируется. Не 50 лет. Вот год. А кто знал? Никто не знал. Соседи должны были быть. Две соседки и мы. Да, это конверты полные. Полные. Притом там, с Москвы, директора этих банков, Волгоградский банк, директора этого банка. И мы с этой машиной сзеленым полотенцем. Прибелись. И мы... Ну, на этом позор не закончился. Да, да. Позор продолжился. Дальше мы, значит, сидим. Ну, там есть блюдо, которое кушать. Вообще, даже пробовать не надо. Там, например, утка шпаренная. Ну, кто-то тоже знал. Ну, то есть, утка укушенная, а ее нельзя ни туды, ни обратно. Может, там проблем было очень много. Вот. Хлеб очень интересный. У них такой, как будто лапша разваленная, примятая. И там пару корейцев они сели, ушли со стола, сели. Я, допустим, выхожу на улицу. Они так чугунчик такой подвинули с этим хлебом и едят прям вот так, руками.